МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, доброе всем утро! Три причины, пять способов, десять фактов. Замечали? Вот такие заголовки встречаются очень часто. Популярность статей и списков сначала меня даже как-то озадачивала. Но как-то я прочитал у Умберто Эко, который заметил, культура хочет понять бесконечность и создать порядок. Списки дел, каталоги и коллекции, энциклопедии и словари – это же наш способ объять необъятное. Так что, выходит, это нам необходимо. Вот и мы каждое утро составляем список тем и предлагаем их вам на выбор. Так что, решайте сами, что сегодня посмотреть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Просто добавь игры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А в центре города уже весна. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучше один раз увидеть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пространство, как поисковая система. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ставки ниже, что дальше? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как телевидение меняет судьбы людей? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во сколько обходится откровенность в интернете? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот считается, что излишняя откровенность на работе дорого нам обходится. А то, что в социальных сетях мы рассказываем о себе все, вплоть до того, какой торт сегодня на столе, это что, вполне себе нормально, что ли? Домушники так вообще обленились. Отслеживают, кто, куда и когда уехал, даже не выходя из дома. Мы же сами облегчаем преступникам жизнь, а потом еще чему-то будем удивляться. Узнаем-ка на сей счет мнений пермяков. Стоит ли делиться с незнакомыми подробностями своей личной жизни? И вот, что люди говорят. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер рубрики «Люди говорят» – сеть магазинов. Мир домашней техники. Нет, я не люблю этого делать. Нет, просто общаюсь с друзьями. Новость – это когда доярка надоила, там, 6 тысяч литров от коровы. Шахтер – 3 тонны угля там за смену или сколько. Понимаете? Вот это новость. У меня просто друзья рассказывают достаточно такие серьезные вещи. И мы предпочитаем все-таки встречаться в кафе где-то. То есть тет-а-тет пообщаться с близкими друзьями. Ну, есть люди, которые выкладывают всякие интересные вещи. Почему бы и нет? Ну, главное ведь не углубляться, по сути дела. А так? Общение с друзьями, возможно. Ну, какая-то переписка, не более того. Короткая информация об учебе. Самая красивая фотография о себе. Все. Это личная жизнь каждого. Не знаю, может, кто-то хочет ей поделиться. Но я считаю, что это для родных, близких. Социальная сеть – не та, наверное, сфера, где нужно выставлять себя полностью. Вот для одних социальные сети – это забор. Для других – доска объявлений. Кто-то стесняется позвонить и поэтому пишет, в том числе и анонимно. Но есть те, для кого интернет – это в первую очередь аудитория. Вот герой одного из наших прошлых сюжетов, Игорь Попов, выложил в сеть репортаж со своим участием. Его заметили, стали приглашать на ток-шоу. Да и вообще после этого жизнь его очень сильно изменилась. Ну, давайте-ка, оставим интернет интернету. То же самое происходит сейчас и в личном общении. Это уже не забытые старинные задушевные разговоры. А вытряхивание корзины с грязным бельем. Вещь за вещью, чтобы лучше рассмотреть. Свет софитов, подиум с дефилирующими моделями, конкурс молодых дизайнеров. Высокий сезон оказался выходом в свет не только для прикамских модельеров, но и для приглашенной столичной поп-звезды Игоря Прейса. Правда, москвичом Игорь стал совсем недавно, всего каких-то полтора года назад. А до этого жил в Перми и был поповым. Но чтобы покорять вершины шоу-бизнеса, взял звучную девичью фамилию – мамы. «Попов» – это фамилия очень распространенная. И не совсем, я считаю, мое мнение, что это совсем сценическая фамилия, сценичная. И поэтому взял «Прейс». Я считаю, что более созвучно и более звучит именно форматно для сцены, я считаю. Папа не обиделся? Ну, первое время был против, кстати. Не совсем ему понравилось. Восхождение на музыкальный олимп началось у Игоря, когда сюжет о нем показали на нашем канале. Игорь тогда подрабатывал моделью и увлекался творчеством эпатажной поп-дивы Леди Гаги. Даже выступал на сцене, как ее двойник. Федеральные каналы «Юный талант» заприметили и стали на перебой приглашать Попова Прейса в свой эфир. Это послужило очень таким большим толчком. Если на ваш телеканал ВЕТА, да, этот ролик, прям такой трамплин был конкретный. Именно в Москву толчок это был. После России там уже ТВЦ пошли, и дождь и так далее, там много чего там было. И Москва 24. Вот. Закончив колледж в Перми, я уже поступил в Москву учиться в Институт искусств. Сейчас там учусь, работаю, выступаю. И пусть Гага помогла ему стать знаменитым, но сегодня для Игоря важнее не отражать чужую индивидуальность, а найти свою. Потому Прейса исполняет преимущественно песни своего сочинения. Для себя он, как профессиональный стилист, выбрал такой модный сегодня андрогенный образ. Но нащупать свою творческую тропу не так просто. Тем более, когда московский шоу-бизнес не проще тебя попробовать на зуб. Мне предложили съемку одну в Кароке-баре. Там снимает один из известных музыкальных каналов. Он, напоминал музыкальный, напоминал юмористический. Но они сделали так, что я только весь безоголосый, без, не знаю, бездарный. Вот рвусь в шоу-бизнес, не имею ни голоса, ни слуха, ничего. Просто там с такой яркой внешностью. Правда, мир не без добрых людей. Кто-кто, а родное учебное заведение для своего выпускника всегда готово предоставить подиум. Дело за малым. Состоятся на нем не только как стилист, а как большой артист. Парина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Вот я как-то задумался. Что нужно человеку, чтобы выжить? Может быть, в постапокалиптическом мире это, ну, наверное, патроны, спички и две банки тушенки. А в сегодняшнем индивидуальный пакет спасения жизни связан, не удивляйтесь, с культурой человека. Можете со мной не согласиться, но именно культура позволяет пережить неприятности от личных до глобальных. Это, судя по всему, хорошо понимают в Риге, культурной столице Европы. 50 километров от Риги и мы в Сигулде. Этот город часто называют Латвийской Швейцарией. Благодаря богатой природе, также холмистой местности. Излюбленное место отдыха рижана и иностранных туристов. Сигулда – официальный город-партнер Риги и культурной столицы Европы. Может, зимая не самое подходящее время, чтобы оценить здешние красоты, но местные власти думают иначе. Мэр Уги Смитровиц хочет сделать этот живописный уголок интересным круглый год. Это год, в котором мы можем концентрироваться и дать информацию на всю Европу, на весь мир, о тем культурным мероприятиям, о той культуре, в которой мы живем в Латвии. Это очень большая возможность рассказать нам, всему миру, кто мы такие, что это Латвия, что мы делаем, то, чем мы гордимся. Поэтому, я думаю, очень важно эту возможность использовать. И не только в этом году воспользоваться этой возможностью, но и в другие годы, после этого года ждать и приглашать сюда туристов со всей Европы. Развитие культуры и спорта – сигнал для инвесторов, уверен мэр Сигулды. А на вопрос, откуда у маленького городка деньги на инфраструктуру и постановку масштабных мероприятий, отвечает. Не только культура, она очень в высоком уровне у нас, но спорт тоже очень в высоком уровне. 30 разных видов спорта в Сигулде. И, конечно, на вершине всех спортов стоит санки, бобслей, скелетон, олимпийцы наши, Мартин, Томас. Это очень, конечно, не так далеко все время держаться на этом уровне, на котором и держатся. Но бюджет Сигулды построен так, что всему хватает деньги и для развития, и для культуры, и для спорта. Как в Риге часы Лайма, так и в Сигулде железнодорожная станция – традиционное место встреч. Поэтому, открывая свою программу культурной столицы, сигулчане встречают гостей именно здесь. Проехав минут 10 по ухоженным улочкам города, оказываемся на эстраде Сигулдского замка, где взору открывается древняя долина Гауи. Насколько же потрясающе выглядит это место даже в серых тонах зимы. Замок построили рыцарей жестокого и беспощадного ордена меченосцев, покорившего местное население и познакомившего его с христианским учением, огнем и мечом. Теперь здесь сцена для оперных фестивалей, традиция, проводить которой на территории Сигулды, зародилась еще в советское время. Латыши бережно хранят и передают из поколения в поколение великое множество удивительных и чрезвычайно романтичных преданий, связанных с их древней землей и многовековой историей и культурой. Все прекрасно знают печальную повесть о Ромео и Джульетте. Путешествуя по Латвии, вы обязательно услышите легенду о турайской розе, девушке по имени Майя, которая также выбрала смерть вместо разлуки с возлюбленным. Дмитрий Кутявин, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта», Рига Сигулда. Вот если бы сегодня можно было всю информацию получить в интернете, то, наверное, никто бы не устраивал выставок, ярмарок и дней открытых дверей. Все-таки личное общение в наше время еще очень многое значит. Тем более, когда выбираешь свое будущее. Поступить на экономический факультет госуниверситета сложнее, чем в Гарвард. К примеру, когда туда сдавал вступительный экзамен и Марк Цукерберг, там конкурс на одно место был 15 человек, здесь же 18. У студентов эконома есть огромные преимущества. Это и глобальные проекты, инновации, престиж и даже практика в нефтяных компаниях. Чтобы сменить статус абитуриента на студента, надо набрать 249 баллов по ЕГЭ за математику, русское общество знания или информатику. Это максимальный проходной балл на бюджет. Чтобы учиться платно, нужно превысить порог от 140 до 170 баллов. Задача не из легких, но школьники идут к этому все 11 лет учебы. Я иду по стопам мамы, но у меня тоже экономист. Я видела, как она работает, мне это очень понравилось. Посоветовали идти в финансы, просто зарплата больше. Хотелось бы заниматься, как я уже сказал, рекламой, рекламировать. Есть даже у друзей своя группа рэперская, и как бы можно ее будет попробовать раскрутить. Егор Тараторкин еще с молодых ногтей определился, будет экономистом. И это осмысленный выбор, который предиктован не родителями, а требованиями современного мира. Наверное, все-таки это время диктует, потому что время информационных технологий, время, когда без экономики мы не сможем, когда курсы валют, фондовые биржи играют наиболее значимую роль, цены на ресурсы. И пытаюсь идти туда, пытаюсь стать хорошим человеком. Экономический факультет Пермского государственно-национально-исследовательского университета ведет подготовку по трем направлениям. Экономика, менеджмент, а также прикладная математика и информатика в экономике. Кроме того, на факультете есть специалитеты, например, экономическая безопасность, что является нонсенсом для вузов Пермского края. Всего же летом эконом ждет 300 абитуриентов. Это так, вопрос не о количестве, а о качестве. Дело в том, что работодатели сейчас уже различают то, какой выпускник приходит, какой претендент на должность имеет диплом. Поэтому, безусловно, диплом экономического факультета Пермского государственного университета – это знак качества и знак, сигнал для работодателя о том, что перед ним качественный, подготовленный специалист. Учеба – это не только лекции и конспекты, а еще студенческая жизнь. Так что университет показал, на что он способен и в творческом плане. Ребята сыграли в лотерею и посмеялись над шутками пермских резидентов «Камеди Баттл». Перелук стреляет. На тебя-то вообще никакой надежды нет. Видно, не на кого оставить 200 миллионов долларов казны, наследство. А ты не такой дурак, как я посмотрю. Двух братьев, одной стрелой. Наследие! Юлия Рогозникова, Ярослав Алакин, телекомпания «Ветта». Значит так. Стол, стул, компьютер, кипа бумаг. Ну, наверное, вот, собственно говоря, и весь джентльменский набор типичного белого воротничка в типичном офисе. А душа-то ведь праздника просит. И желательно регулярного. Никто не будет спорить, что от состояния офиса во многом зависит настроение и наши мысли. А с другой стороны – офис. Это же визитная карточка компании. Так что все имеет значение. Пространство, как поисковая система. На предприятии «Марион» свой офис так и называют. «Гугл». Полторы тысячи квадратных метров. Творческое место, где в каждом кабинете не скучный офисный планктон, а креативный класс. Все здесь работает на то, чтобы программисты и конструкторы, не застаиваясь немыслимым телом, перемещались из одного помещения в другое. Не только за компьютером, но и за чашкой кофе. Или за спортивной игрой нужно решать рабочие задачи, уверен директор предприятия. Таким образом, столкнувшись с соседом по разработке, познакомиться поближе, узнать, чем занимаешься. И тут же порешать общие проблемы, общие вопросы. В результате сроки разработок сокращаются, качество разработок повышается. А самое главное, не дублируется, не параллелится работой. Изображения Марионовского гугла представлены на стендах выставки «Образование и карьера». Здесь точно знают молодым перспективным выпускникам вузов технических специальностей интересно работать в Марионе. Одно из ведущих предприятий России по разработке и производству средств связи уже полвека на рынке телекоммуникаций. Находясь в постоянном развитии в соответствии с мировыми стандартами, здесь нуждается в перманентном вливании свежих интеллектуальных сил. Поэтому для сотрудников организован не только идеальный рабочий процесс, но и досуг. У нас есть совет молодежи. Совет молодежи, он делает жизнь, можно сказать, более веселой для молодого человека. Это не только работа, дом, где-то друзья. Это коллектив, который занимается спортом, КВНом. Мы первый раз участвовали в интеллектуальных играх городских, наши молодежи, тут же победили. Так что Марион по-настоящему достойная площадка для реализации самых смелых профессиональных амбиций. Анастасия Птыхова, Полина Рифа, Евгений Гилёв, телекомпания «Ветта». Реки на дорогах и огородах. Вот такая картина нас ждёт весной. Судя по тому, сколько снега выпало за зиму, паводка нам не избежать. Ну, я, конечно, не эксперт, но это так, личный опыт и личные наблюдения. У специалистов может быть и другое мнение. Ну что ж, давайте узнаем. Улицы Петропавловская, Ленина превратились в настоящее море. Перейти дорогу практически нереально. Под лужей образовалась наледь. Из-за этого прямо на наших глазах молодой человек в буквальном смысле нырнул в ледяную воду. Те, кто устоял, вынуждены переходить проезжую часть по щиколотку в воде. Другого пути, по большому счёту, попросту нет. Ну, это, конечно, безобразие. Что можно сказать? В мозгах паводок у кого-то. Похоже. Да вообще нормально. В порядке вещей в нашем городе. С детьми. Очень неудобно, конечно. Оказалось, что беда пришла сверху. На улице Пермская прорвало водовод. В результате ситуация показала, насколько не готовы центральные улицы к весне. Когда начнётся резкое потепление и массовое таяние снега. Микрорайон Акуловский, улица Сортировочная. Весной, летом и осенью здесь не то, что ходить. Ездить опасно. При таянии снега заливают не по щиколотку, а гораздо выше. Местные жители огромной лужи на проезжей части даже название придумали. Ржавое море. Всё дело в том, что на дне находится масса сюрпризов. В этой огромной луже можно потерять всё, что угодно. Самые распространённые госномера. Найти их можно на доме, который расположен рядом с дорогой. Жители здесь ждут зиму, как манну небесную. Потому что только в это время года можно ходить и беспрепятственно ездить. Да, опять всё поплывёт. Вот вплоть до этой улицы будут затоплять. Вот уже пять лет в микрорайоне Акуловский весна начинается с потопа. Однако осенью была проведена реконструкция ливневой канализации. Поэтому в управлении благоустройства нас поспешили заверить. Застаиваться вода больше не будет. В своё время, когда строили улицу сортировочную, сделали ветку ливневой канализации без отвода воды в какое-то русло. Ливневую канализацию полностью построили. Сейчас она имеет нормальный выход, вся прочищена. И, соответственно, надеемся, что никаких проблем в этом году не будет. В этом году выпало рекордное количество снега. Вывезли более 700 тысяч кубометров, что в два раза больше, чем в прошлую зиму. По словам Матвея Чувашова, дорожные службы в целом к паводку готовы. Профилактические мероприятия начнутся с конца февраля. Будут выполняться работы по расчистке обочин, нарезанию водоотводов через те валы, которые сформировались за зимнюю эксплуатацию. Что касается в целом ситуации по паводку в Пермском крае, то в МЧС пока от комментариев воздерживаются. Парируя на то, что только на этой неделе состоится селекторное совещание, где будет разработан план дальнейших действий. Максим Суханов, Иван Ворончихин, телекомпания «Ветта». Вот в феврале 1989 года по мосту через речку Амударья прогрохотали гусеницы танков и бронемашин. Наша армия возвращалась из Афганистана. Генералы скуп объявили солдатам, что задача по выполнению ими интернационального долга завершена. Пора домой. Политики тогда промолчали. С временной дистанции в четверть века многое видится иначе. Не факт, что именно теперь нам откроется истина, но все же некоторые еще недавно устойчивые стереотипы по поводу афганской войны уходят. Эти кадры по-прежнему заставляют учащенно биться сердца ветеранов афганской войны. Глава Краснокамска сам участник тех событий. В начале 80-х Юрий Чечеткин в составе 40-й армии был в рядах воинов-интернационалистов. Служил в воздушно-десантных войсках. Он с болью говорит о том времени. Конечно, какой трагедией, какой бедой обернулось для многих семей. Это ни с чем не сравнимо. Я считаю, что, конечно, надо и помнить этих ребят. И они были не по своей воле там. Они просто действительно верные присяги. Каждый год в день вывода войск в Краснокамске вспоминают тех, кто не вернулся с той войны. В центре города, в Парке Победы, ставший уже традицией митинг, посвященный событиям четвертьвековой давности. Возложение цветов и слова благодарности родственникам погибших и ветеранам афганской войны. Этот мемориал знаковый для всех краснокамцев. Здесь увековечена память о героях Великой Отечественной войны. Это место еще и весьма важно для патриотического воспитания местной молодежи. В Краснокамском Парке Победы некая связь времен. Деды и отцы участников афганской войны защищали отечество от фашистской чумы, а дети воинов-интернационалистов принимали участие в чеченской кампании. Потому по соседству мемориал Великой Отечественной и участникам афганской войны, и другим локальным вооруженным конфликтам. В Краснокамске за прошедший год мы установили порядка 15 памятных мемориальных досок в учебных заведениях, где учились ветераны боевых действий, честно выполнившие свой воинский долг. И сейчас во всех учебных заведениях, где учились погибшие выпускники, у нас установлены эти мемориальные доски. В школьных музеях Краснокамска особое место занимают стенды, посвященные событиям в Афганистане. Уроки мужества проводят здесь же, на наглядных примерах подвигов земляков. Старшеклассники и сейчас и сами могут рассказать немало об афганской войне. Война длилась 10 лет и погибло около 16 тысяч русских солдат, среди которых были совсем юные мальчишки, которые только-только закончили школу. Если государство бросило клич на защиту, призвать людей на защиту своего государства, если не подчиниться этому кличу, то ты не настоящий гражданин. Без знания истории сложно найти свое место в будущем, и важно, что именно ветераны афганской войны в Краснокамске со школьной скамьи воспитывают патриотов. И эти кадры-хроники для местной молодежи – не просто парад тяжелой бронетехники, а значимая веха в истории. Олег Хватский, Влад Рашидов, телекомпания «Ветта». Главным редактором «Саудовской газеты» впервые стала женщина. Ну что ж, стоит, наверное, порадоваться за коллег. Но нас, конечно же, интересуют местные новости. И наши главные редакторы. Собственно, об этом и пресс-парад. Смотрим, ну и читаем, конечно же, тоже. И я вместе с вами. Партнер рубрики «Пресс-парад» – компания «Новый дом». Губернатор предложил Анатолию Маховикову заняться региональным развитием в своем правительстве, пишет коммерсант. На аппаратном совещании глава администрации Перми Анатолий Маховиков сообщил своим подчиненным, что ему поступило предложение от губернатора перейти на работу в правительство края, на должность первого заместителя председателя Кабмина. Об этом изданию сообщили сразу несколько источников мэрии. Переговоры прошли, предложение получено. До конца недели все будет понятно. Цитируют сети-менеджеры его подчиненные. По их словам, господин Маховиков предложение губернатора пока не принял. На сегодня у сети-менеджера назначена еще одна встреча, сообщает автор материала Вячеслав Суханов. Краевые парламентарии рассмотрят кандидатуру на пост бизнес-омбудсмена. Своё участие в пленарном заседании 20 февраля подтвердили 50 депутатов. Читаем в электронной версии еженедельника новый компаньон. Председатель ЗАГС Собрания Края Валерий Сухих рассказал, обсуждение каких вопросов ждет парламентариев на пленарном заседании 20 февраля. По словам спикера, по состоянию на утро 17 февраля повестка уже включает 33 вопроса. Начнется заседание докладовому полномоченному по правам человека в крае. Также парламентариям предстоит обсудить закон о системе капитального ремонта в многоквартирных домах. Цитирую. «Если исходить из количества поправок, которые внесены в документ в рамках его подготовки ко второму чтению, документ претерпел существенные изменения. Можно сказать, был переписан. Во вторник и среду документ пройдет процедура обсуждения на комитетах. Своё мнение выскажут и фракции. Окончательный вердикт будет вынесен в четверг». Минфин предложил трехуровневую систему страхования жилья. Федеральные, региональные и личные программы страхования сделают равноправными, но они будут различаться набором рисков и ценой, читаем в газете «Ведомости». На федеральном уровне предлагается страховать только риски чрезвычайных ситуаций. На региональном будет предложена расширенная базовая перечень рисков. Например, страхователь сможет застраховаться от поломок системы водоснабжения или отопительной системы. Кроме того, гражданин может обратиться в страховую компанию и составить индивидуальную программу защиты своего жилья, включив в нее все те риски, которые сочтет важными. «Согласно российскому законодательству, в случае чрезвычайной ситуации, гражданин, чье жилье будет разрушено, получит поддержку от государства. Но если он не имеет страхового полиса, она будет оказана в существенно меньшем объеме», пишет корреспондент издания Юлия Петрова. Холостой выстрел. Почему нас не радуют российские биатлонисты на зимней Олимпиаде? Почему возник скандал с допингами Екатерины Юрьевой перед самым стартом игр? Первый олимпийский чемпион при Каме и в этом виде спорта тренер мужской сборной России. Легендарный Владимир Оликин в откровенном интервью спортивному обозревателю звезды Ольге Луканиной делится своими размышлениями о развитии биатлона и роли руководителей федерации в этом деле. Особое место в интервью занимает рассказ о нашем земляке, завоевавшем медаль, Евгении Гараничеве, которому Оликин когда-то дал путевку в большой спорт. Вспомните, в прошлом году в нашей стране очень широко вспоминали одну дату. Это 400-летие воцарения династии Романовых. И очень много говорили о том, что связывает ее с нашим прикамьем. Да, много сказано, но еще далеко не все. Так что эти легенды, уверен, еще не последние. Спонсор рубрики «Легенды губернского города» Магазин стройматериалов «Южный двор». Широкий выбор товаров для дачи и дома. Воцарению Романовых предшествовало смутное время. Но и у этой страшной поры была кровавая прелюдия. Старинный город Углич. Сюда, по приказу Бориса Годунова, были отправлены из столицы сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий, и его мать Мария Нагая. Май 1591. В Угличе звучит набат. Царевич погиб. Вернее всего, убит. Горожане растерзали нескольких людей Годунова. Уверены, именно они зарезали ребенка, который мог бы стать властителем московского государства. Ведь именно царевич Дмитрий мог помешать Борису занять престол. Но присланный из Москвы комиссия во главе с коварным и лживым Василием Шуйским приходит к выводу. Царевич упал на нож во время припадка эпилепсии. Следует суровая кара. Тот самый набатный колокол сброшен на землю. Его секут плетьми, вырывает язык. Ведь именно от его удара в стенки рождается звук. И это не все. Мятежный колокол ссылает в Тобольск. Мать царевича Дмитрия Марии Нагую постригает монахини. Ну а жители Углича? Кого-то ждал топор Балача. Многих – ссылка. И знаете, куда отправили горожан? В недавно основанный город Пилым на реке Тавде, а также в Соликамск, в Чердень, другие прикамские города. Сам Углич практически обезлюдил. Так что, знаете, уважаемые земляки, возможно, среди ваших предков были те, кто по набату бросился расправляться с убийцами царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного. А вообще, четыре с лишним столетия назад кто только не оказывался в наших краях, проделав долгий и трудный путь на Урал из центра государства, западных земель. Так некоторые источники утверждают, что в помощь Ермаку Тимофеевичу для похода в Сибирь строго навы снарядили отряд в 300 человек, в котором, кроме русских и татар, были литовцы и немцы. Хотя надо помнить, что жителями Великого княжества Литовского были в основном предки нынешних белорусов. Но тем не менее. Такие вот свидетельства. Никита Чернов, Роман Мельничук, телекомпания «Ветта». Как использовать фэн-шуй для привлечения денег? Вот книгами с подобными названиями забиты почти все книжные магазины города. Ну, полистал я ее, и что? Я-то что-то не уверен, что трехпалая жаба, денежное дерево, китайские монетки процветания, а может быть, парусный корабль богатства поможет мне решить мои финансовые вопросы. Так что в очередной раз я убедился, что нет ничего лучше правил, и если их соблюдать, то и подобная литература будет не нужна. Правила денег. Свежий букет на несколько лет. Спонсор рубрики Магазин Вега Флаверс Галери. Доброе утро. Ставка по ипотечным кредитам в этом году может опуститься ниже 12%, считает Федеральным агентством по ипотечному жилищному кредитованию. В прошлом году банки выдали жителям Пермского края ипотечных кредитов на 26 с лишним миллиардов рублей. Среднегодовая процентная ставка по ипотеке составила 12,4%. И при этом агентство готово предоставлять россиянам жилье эконом-класса в рассрочку. Это интересная тема, у кого нет денег на первоначальный взнос. Механизм такой. Создается закрытый поевой инвестиционный фонд, который на 100% принадлежит АИЖК. Этот фонд будет собственником жилья, который в рассрочку смогут выкупать будущие владельцы квартир. Грубо говоря, можно будет взять квартиру в аренду у этого фонда. И каждый месяц, помимо собственно арендной платы, выносить некую сумму в зачет стоимости квартиры. Пилотный проект реализуется в Московской области, Новосибирске и Екатеринбурге. В АИЖК обещают, что подход к выбору участников программы будет более мягким, чем в ипотеке. Это предложение доступно тем, кто не может купить жилье в ипотеку, поскольку не имеет первоначального взноса и не может предоставить справку о доходах. И как раз по этой причине условия выкупа могут оказаться дороже, чем банковская ипотека. Ведь риски как-то надо страховать. Это были правила денег. Вот у хоккеистов есть одно замечательное выражение, довольно известное. Хорошие игроки находятся там, где шайба. Великие – там, где она будет. Не стоит думать, что спортивные страсти сейчас кипят только на Олимпиаде. И в Перми на турнире дворовых команд атмосфера что надо. Хочется верить в то, что это будущие олимпийцы. А вы что, два красавца, вышли? Покататься? Здесь все по-взрослому, никаких поблажек от соперника. Что не получилось в игре, в перерыве резкое замечание от тренера. Этим хоккеистам всего по 9 лет, но они уже воспринимают критику как настоящие мужчины. Капитан весь удар берет на себя, отчитываясь за неудачный ход матча. Матч складывается не очень. Мы не все силы выделяем. Надо стараться очень сильно. Еще, чтобы забить гол и выиграть. В этом году Всероссийский клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» отмечает 50-летний юбилей. Первенство города турнира имени Анатолия Тарасова проходит в Перми ежегодно. Это лишь первый этап соревнования. А борьба команд «Метеора» и «Рубина» развернулась не на шутку. Пока главное – азарт и желание, говорят организаторы. А мастерство уровня Овечкина и Малкина придет обязательно. Мастерство – это не задача дворового хоккея. Задача дворового хоккея – это именно привлечь детей, чтобы они занимались спортом, занимались делом. Росло здоровое поколение. Хоккей, говорит, нам нужен в любом появлении. Начиная от хоккея во дворе на валенках, заканчивая Олимпиадой в Сочи. В этом году принимают участие в турнире 23 команды. Возраст ребят самый разный. Начиная с 1998 года рождения и заканчивая совсем еще юными дарованиями – 2005 года. Соревнования проходят при поддержке городского комитета по физической культуре и спорту. Как известно, чтобы воспитывать чемпионов, необходимы условия. И когда они созданы, можно уже говорить о результатах. К примеру, эта коробка на улице Качелова претендует на звание «Лучший в городе». Она находится на балансе городского хоккейного центра. И средства на ее приведение в порядок были выделены из городского бюджета. Заниматься спортом стало очень модно. В 2014 году у нас планируется построить еще 8 спортивных площадок. В том числе и хоккейные коробки, такие как на кабельщиков 17 и на 2-5. Городской комитет по спорту решает задачу по спортизации всех дворовых спортивных площадок. Уже есть результат. За 2013 год переведено в муниципальную собственность 13 бесхозных спортивных площадок. Из них 9 уже приведены в порядок, и для них определены балансы содержателя. И теперь здесь ставят пусть и свои личные, но все же рекорды. Максим Суханов, Иван Ворончихин, телекомпания «Верта». Вот не поверить, столько звонков вчера было, и все спрашивали про подстаканник. Где купить или, может быть, где-то заказать. Но сегодня же все можно. Но я, честное слово, не знаю. Это подарок. А судя по отзывам, модный. А чем удивляться? Все повторяется в нашей жизни. Вот и мода на подстаканнике опять вернулась. В царской России такая вещь была знаковой, элитной. Ах да, еще один коллекционер знакомый позвонил. Предложил меняться. Ну, я обещал подумать. Хотя такой подстаканник нужен самому. Как раньше-то говорили. Чай пить, долго жить. Долголетия всем нам. Ну и, конечно же, хорошего дня. Вот такие вот дела. Здорово, что вы были с нами. А весна все приближается и приближается. Впервые сегодня облачно. Возможно, небольшой снег. Температура воздуха минус 3, минус 5 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Ветер юго-восточный. 1,3 метра в секунду. 2,3 метра в секунду.